Сегодня мы открываем очень хорошую выставку. Нам ее предоставил Санкт-Петербургский союз художников. Это экспозиция из произведений двух авторов. Вот здесь в зале у нас находится аквариум очень известного в нашей стране петербургского художника Юрия Анатольевича Васильева. Я, конечно же, расскажу о нем. И при входе, значит, в той части зала у нас расположены графические произведения, афорты и экслибрисы тоже очень известного автора Владимира Евгеньевича Верещанина. Они вам передавали, конечно же, очень большой привет, очень интересовались и экспозиции, и как мы будем открывать эту выставку, сколько работ у нас сегодня поместилось в нашем зале. Художники, активно работающие и активно выставляющиеся по всему миру. В данный момент пригласили на очень известные форумы по экслибрису в Италию, потом он поедет в Германию, потом во Францию. То есть они путешествуют, выставляют свои работы и в то же время наблюдают жизнь, современность, как люди живут, что делают. И все это, конечно, все эти впечатления остаются в их работах. Юрий Анатольевич Васильев, как я уже сказала, вообще он является председателем секции графики Санкт-Петербургского Цель за художников. И в данный момент он еще, янеробенно, преподает рисунок и композицию в Санкт-Петербургском гуманитарном университете имени Герцена. Там есть тоже художник-графический факультет. И вот это, конечно же, малая часть работ из всего его творческого пути, всей его творческой деятельности, которая выстроена сегодня в нашем зале. Это, можно сказать, даже и тюдные работы по путешествиям, по работам, творческих работам в различных работах всей нашей страны, и Европы, здесь вы можете увидеть, и армянские горные пейзажи, морские пейзажи где-то на Дальнем Востоке, где-то он работает за рубежом, в основном это северные страны. Обучался он в Академии художеств. Закончил графический факультет. Одним из его преподавателей был Владимир Александрович Дубровной, представитель. Его выставка персональных также была в нашем зале, потому что мы очень тесно сотрудничали с Санкт-Петербургским союзом художников, в основном секции графики. И, ну, как бы, вот, начинал свою творческую деятельность, очень много художественного путешествовал. Вообще, в то время, вот, 60-х, 70-х, 80-х годах, вот это было, ну, как бы, вот, среди художественной интеллигенции, среди художников, так сказать, очень развита. То есть, они ездили вообще по стране, и это была главной задачей отражать жизнь, да, как живут люди у нас в стране. Ну, и вот, потом, когда открыли наш железный замок, уже стали ездить и по всем странам мира. Вот. Ну, это вот такой академический, да, вот у нас в прошлом году тоже не привезли на замечание у всех наших художницей, которые были в городе, о том, что их исключили. Из initial, с Rosalima, они, наверное, Василийны Зьяковы, то, что, может быть, вы, у нас были, посещали этот воздухо. И вы можете сразу отсючить, что и стиль, рург relaxing, и сама Это у Владимира Евгеньевича Рещавина. Сегодня представлены его охоты. Во-первых, петербургские и петербургские пейзажи. Он сам живет в Пушкине. Я была у него в гостях в мастерской. Он живет между Пушкином и Павловском. Рядом два небольших царских поместья. Он живет в этих прекрасных местах. Есть замечательные, возвышенные пейзажи и царских поместья, и зимовых петербурга. Также хорошую часть нашей экспозиции составляют экслибрисы. Что такое экслибрис? Исторически так сложилось, что люди, которые обладали большой библиотекой, они всегда имели экслибрис. То есть такой отпечаток, который они оставляли на форсацию книги. То есть они помечали своим библиотеком, свой книжный фонд вот такими знаками. Но это изначально так сложилось. А сегодня экслибрис может иметь любой коллекционер, тот, кто вообще желает иметь какую-то печать, какой-то знак. И действительно вот это движение коллекционеров, движение предпринимателей, людей, которые очень, ну, культурно, как бы, высоко культурно, что ли, разные, тогда вот они имеют вот такую тенденцию доказывать себе экслибрисы. И сейчас я очень рада этому всему делу. Один отынчик, еще большое внимание, у тебя это делается в таком направлении, как и своего творчества. Ну, действительно, это, с одной стороны, небольшой формат. Но в этот формат можно положить очень много как-то смысл. Он аргусте, если вы понимаете, как это смысл. И в третьем, с таким большим глубоким юмором он использует, так сказать, какие-то важные характеристики, которые у нас сегодня интересны. Поэтому я благодарю вам больше, что вы у нас... Эта выставка у нас продлился до 14 мая. И думаю, что она будет очень интересна нашим гражданам. Ну, всегда мы как бы вот так сложили, что мы очень тесно сотрудничаем, как я уже говорила, с Союзом художником Петербурга, с графиками. Вот. И вот это вот уже какая по счету выставка графики питерских художников. Мы начинали с такой групповой выставки, когда мы показали и молодых, и уже зрелых авторов. Очень, кстати, художники так и отвлекаются с удовольствием, и с удовольствием предоставляют свои работы. Надеюсь, что вот они, может быть, вот в нашей глубинке-то, не знаю, когда еще и заедут к нам. А тут такая возможность, вот, нам, слава Богу, в музее Мининестров предоставлять такую возможность, да, вот, затрудничать с Союзом. И мы можем действительно показать вот петербургских авторов. И они, между прочим, очень горды тем, что вот у них вот эта вот выставка, вот сейчас, допустим, выставка Васильева Верещанина проходит терлитомагии, а они уже на весь Петербург, так сказать, трубят, что вот у них не только там где-то в Китае, или в Италии, у них еще есть терлитомагия. Вот поэтому очень, вот, они очень и очень тоже вот трепетно относились, я уже, я уже в начале, так сказать, сказала о том, что они очень трепетно вот интересовались, как все произойдет, и передавать вам большой-большой привет, и созданиться на большой, так сказать, большой подарок, то, что у вас такая выставка замечательно открывается у нас в артильной галерии филиалами семейного мастера. Вот. Условно набирает свою силу, так что очень даже, кстати, реалистичное все. Ну, это всегда будет, я думаю, актуальным, как бы, вот. Надеюсь, все что вы хотите, передавайте, я думаю, их с удовольствием, я думаю, посмотреть. Можно потому что увидеть и пейзажи не только наши, как сказать, наши родные, да, пейзажи, но и пейзажи других мест очень интересных, которые существуют у нас на планете. Ну и сама эта искусство, которая уже очень-очень интересна. Особенно и к монтажам. Если присмотреться к экс-вибрисам, то можно сделать очень много интересного открытия. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что здесь можно спросить? Как только создавалась эта картина? Какая? Крафика. А, правда? Ну, знаете, вот этот процесс, на самом деле, очень и очень сложный. Если акварель напишется на одном дыхании, и это очень важно для этой техники, то именно акварт создается очень сложно. Вот кто у нас бывает, вообще мы графические выставки довольно-таки часто у себя показываем, и всегда рассказываем, как это непросто создать гравюру, или по-другому еще, не сказать, листам. Бывают разные гравюры. Гравюры на дереве, на линолеуме, на металле, на камне. Вот в данном случае художник работает на металле. У него, значит, целый арсенал медных хвостей, штихилей, различных инструментов, с помощью которых он, как бы, режет, да, на металле изображение. Вот. Вот это хорошо, что-то поработать. Делать несколько улиц, для того, чтобы понять, насколько тональные соотношения, да, вот этот контраст черного и белого. Вот, в данном случае получились именно такие, как он хочет, соотношения, да, черных и белых пятен, вот этих штихилей. Есть где-то, знаменитые, какие-то очень, да, штихилей, где-то очень жесткие. То есть, если просто говорить, то, значит, на металлической пластине размеры самого изображения, да, художник штихилями, резцами создает рисунок, вырезает, да, потом протравливается все в кислоте, вот это вот, и спук есть у него такой большой печатный стоном, и вот потом, значит, на эту пластину наносят краску, типографскую краску, да, вот если черное, значит, черное получаете изображение, где-то есть там зеленоватого оттенка, где-то коричневатого, вот уже экспериментирует, вот, и сделает оттенка, да, пропускает часть печатной станции, он потом может акварельно, значит, светом, акварелью, потом уже, так сказать, это изображение расписать, да, получается совершенно разное по, вот, колориту, по эмоциональному восприятию композиции, вот этим еще художник как бы интересен. Сам по себе он очень тоже интересный человек, очень много знает про историю нашего российского государства, ему это очень интересно, потому что он сам живет в таких местах, про царскую фамилию, ну, вообще про историю нашего российского государства, очень много интересного, очень много интересного. Вот, что еще можно подрезать? Вот сейчас у нас... 60, графика 120 в конце. Да, вот... Вот почти 200 работ у нас сейчас, наверное, на 100. 60, графика 120 в конце. 60, сколько говорили в произведениях, как они сказали. Все остальное графическое. Есть еще вопрос? Ну, надеюсь, у нас, может быть, еще придете посмотрите, потому что это выставка на самом деле не выставка, для того чтобы смотреть ее вот сейчас. не выставка одного дня, а то, потому что, я говорю, уже эклигрессы можно долго-долго рассматривать. Вот. И тогда открывается, как бы, вот, сам портрет того человека, кто его заказывает, ну, и вообще сама по себе вот... но и все... Интересы, да, вот в этой работе. Это все очень важно. Ну, еще раз, попрошу вас, повнимательнее, посмотреть, потому что, наверное, после того, что я вам рассказала, мы растем трудного восприятия работы. Работы и клиентов, вам большое спасибо и большинство успехов. И вообще, всех, 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 всех. Ну и всех. Хорошо. Спасибо.